Добрый день, дорогие гости Наш день поля расширяется географически, мы заходим в другие регионы, многим интересно Надеюсь, это тоже показатель, что мы двигаемся в правильном направлении Это уже пятый день поля, здесь с каждым годом все больше и больше численность участников, что нам тоже очень нравится И в этом году, как и традиционно, у нас, как сказал Тарас, есть институт и Анседонской селекция И, конечно же, Краснодарский институт имени Лукьяненко, Александр Николаевич с нами здесь, расскажет вам все подробно С нами также здесь наши партнеры давние, это Агропук и его несменная ведущая, если кто не знает, это блогер Александра Вот она как раз ходит здесь между рядами, прошу любить и жаловать на YouTube и их ролики В этом году, я просто коротко скажу о новостях и положу микрофон, передам дальше В этом году мы открываем семенную линию Хотел обратить внимание, что мы решили, пошли на этот шаг, наши акционеры одобрили Несмотря на то, что год непростой с точки зрения финансирования и вообще рентабельности Но мы видим большой спрос и большой интерес, прежде всего в этом регионе и на севере Ростовской области, и на Каганской области Семенам этих селекций Линия небольшая на 5 тысяч тонн, 2 тысячи из них мы заберем, как и за Агросами Остальное мы выведем на рынок, поэтому прошу любить и жаловать Можете уже размещать заказы Цены мы объявили до 1 июля 19 тысяч рублей за тонну с НДС на элиту Практически это ровная цена на все сорта Там у нас топовые сорта, которые мы отбирали специально для этой зоны Отбирали мы на основании опытов, которые мы размещаем в этом году, например, на 12 тысяч делянок Но это у нас получается по 4 делянки в 3-х повторностях Это масса опытов, это не все только селекция Это практически уже научное подразделение, которым руководит Тарас Степанович Что еще можно сказать По протравливанию мы работаем в сотрудничестве с компанией Сингента Она здесь представлена Ну не только Сингента, но здесь в основном сегодня будет выступать Анна Карабец, да? После меня Мы хотим сказать, что протравить, протравленные семена На наш взгляд покупать еще лучше и выгоднее Вас не уговариваем, поверьте, но качество протравки контролируется Вы всегда можете сдать семена в лабораторию, чтобы посмотреть количество ДВ на семена, если есть сомнения Можете сделать слаг-тест, это очень быстро делается в простых лабораториях, даже у нас на заводе Мы сможем это вам показать, когда вы забираете семена Схема протравки у нас две Цена от 4,5 до 5 тысяч МДС за протравку тонны семян Вы можете сопоставить с рынком Я думаю, что это очень адекватные цены, практически по цене рынка За счет наших партнерских отношений у нас есть такая возможность дать эту цену Еще раз всем благополучия, хорошего дня, много информации, общения, дружеского общения между коллегами Спасибо Фактически мы уже работаем на всю Россию Сейчас половина, 50% озимой пшеницы России это краснодарские сорта уже И где-то 10% всего мирового производства зерна это краснодарские сорта Потому что наши сорта сеются не только в России, но и в ближнем зарубежье Это Узбекистан, Азербайджан, и на Украине все равно, и в Турции, и в Иране, и в Ираке И даже в Афганистане районированы как стандарты наши сорта краснодарские Поэтому огромные площадя занимают, огромные ниши мы, как говорится, пытаемся внедрять в наши сорта И тем более, если раньше говорили, что краснодарские сорта южные не могут быть морозостойкими То только у нас сохранился фитотрон, в котором мы ежегодно морозим весь материал Можем создавать любые зимние условия, фактически создаем до такой степени морозостойкие сорта Которые сейчас уже районированы и в Архангельске, и в Тюмени, и в Новосибирске Поэтому практически по всей России необъятной И вот сейчас с Алтая приезжают, и на Алтай внедряются Поэтому, ну а уж здесь мы, ваши ближайшие соседи, как сам Бог велел, как говорится Ну, естественно, мы хвалим свои сорта Вы выбирайте лучше, сравнивайте, мы не заставляем вас Но надеемся, что вы сеете наши сорта и получаете от них удовольствие Сейчас несколько слов начинаем наш рассказ про сорта ультраскороспелые Почему? Потому что ультраскороспелые сорта, конечно, в ваших условиях засухи Вот сейчас много осадков, но может подуть очень сухой ветер, суховее И даже может пшеница по колено в воде стоять, а засуху ее прихватит Потому что перекачивать в воду не успеет Поэтому стабильно из года в год у вас будут давать высокий урожай Именно скороспелые, ультраскороспелые сорта в ваших жарких местах Это сорт Кубань, он тоже районирован в нашем регионе Это самый-самый скороспелый сорт в нашем реестре и в мире Значит, в условиях Узбекистана его убрали 18 мая уже Он там созрел и дал 80 центнеров В нашем условиях Коснодара он уже тоже созрел Буквально его числа 10-12, если бы не дожди, можно было бы убирать В ваших условиях через 5-6 дней он также может будет убираться Значит, сорт отличается тем, что это морозостойкий сорт Несмотря на то, что он, как говорится, такой скороспелый Это очень редкое сочетание Это качественный сорт, он может давать 17-18% белка Но вы должны его знать Он очень сильно поражается мучнистой росой, септериозом Очень быстро он налив имеет И поэтому он не тратит свои огромные кольцезапасы Страты на защиту от болезней Обязательно сорт требует защиты от болезней От мучнистой росы, от септериоза Обязательно, на самых ранних этапах Тогда будет у вас и урожай качества И если другие сорта, мы говорим, не сильно, не загущайте Потому что они хорошо кустятся, им должно быть место Этот сорт до такой степени быстро растет Что он не успевает куститься Быстро трогается в рост Поэтому, чтобы получить хороший урожай в районе 70 центеров Его нужно сеять 6-7 миллионов Все остальные мы рекомендуем сеять 3-4, не больше Потому что они хорошо кустятся Давайте немножко обернемся на ту сторону Потому что сортов по две стороны Значит, по той стороне у нас сорт Вот первый, сорт Мане Обратите на него внимание Вот сейчас обернитесь Сорт очень интересный, не то, что он скороспелый У него интересная архитектоника Мане сорт у нас в честь названия французского художника У которого светотень рисовал, очень интересно И обратите внимание, здесь лисочек такой узкий Такой эректоидный, темно-зеленый Что свет проникает даже самых низким листьям Получается, что все листья работают От нижнего до верхнего И поэтому этот сорт может очень сильно хорошо куститься И сорт очень засухустойчивый Если будет жара, засуха, суховее Листик свернется в трубочку, будет воду экономить Поэтому сорт жаростойкий, засухустойчивый И тоже в прошлом году был один из самых урожайных условий Костовского края И поэтому мы надеемся, и вас это тоже будет хорошо показывать Поэтому сорт уже районирован Я думаю, должен вызвать ваш интерес Так, значит, ну чтобы и налево, и направо смотреть Следующий сорт по этой стороне посмотрим Сорт Вызов Значит, дорогие друзья Сорт Вызов, это настоящая двуручка Тоже находится в испытании Скажем так, вот его крупный кос Это его один из родителей сорт Юка Вы хорошо знаете Сорт очень урожайный Сорт Вызов И как настоящая двуручка Может сеяться и осенью, и весной Причем он и в весеннем посеве очень урожайный Конкурирует с яровыми сортами И в осеннем посеве один из лучших Для поздних сроков сева Если у вас есть поздно убираемые предшественники Когда не хватает воды Когда нет возможности вовремя посеять Сорт потом зимой Весной взойдет и своей биомассой догонит А зима и посева и ранних сроков сева Поэтому один из лучших сортов для поздних сроков сева Хорошо зимует, отличная морозостойкость И он заявлен по испытаниям по широкому спектру региона Почти по всей России И один из лучших сортов в яровом посеве Бывают годы, что зимние посевы гибнут Плохие условия при зимовке И начинают себе ходить, искать чем подсеять, пересеять Где взять яровую К сожалению или к счастью У нас хорошая селекция зимой Яровой практически здесь уже не сеется Но такие годы бывают Когда много нужно семян яровых И когда вот у каждого из вас будет поля Сорта двуручки Вы можете какой-то бурт зерна оставлять на весну И весной в случае чего и подсеять, пересеять, помочь своему другу Как говорится, продать ему семена по нормальной цене Даже массовых репродукций Когда есть необходимость А если вот такой беды нету, что нужно пересевать То продадите как качественное зерно Как товарное весной более дорогое, надеюсь И для подсела Ну подсев, понятие такое, понимаете Надо смотреть, чтобы совпало по созреванию Потому что потом одно осыпается Если вызов на вызов Ну в принципе вызов можно, я думаю нет Будет совпадать Но вообще, конечно, надо смотреть в идеале Конечно, пересев лучше Чтобы созрело все одновременно Есть опасность, что то, что перезимовало Потом осыпается А это еще зеленое И начинается такое все лохматое Лучше пересевать Но двуручки весной сеять нужно раньше Почему? Чтобы они набрали биомассы Потому что, чтобы было больше урожай Для яровых очень важная биомасса И в то же время За счет двуточности У нее гены морозостойкости Поэтому если будут возвратные хорошие морозы Яровые вымерзают Двуручки спокойно перезимовывают И выдерживают весной И минус 12, и минус 10 И никаких проблем это не возникнет Поэтому такие сорта нужны Сорт флэш Также сорт ультраскороспелый Находится еще в испытании Ну в переводе с английского Это вспышка молнии Тоже ультраскороспелый Вот обычный сорта Как я сказал Кубань Не кустится Вот сорт флэш кустится Его не нужно 7 миллионов сеять Он нормально дает вкушение При том, что ультраскороспелый Это сильная пшеница Низкорослый Заскоустойчивый В условиях Краснодара Он созревает 15 июня В принципе у нас уже сегодня Азат он уже должен созреть У вас немножко севернее Буквально через неделю Он тоже созреет Поэтому у нас есть целый спектр Скороспелых сортов И мы не говорим Что вы должны сеять Какой-то один сорт Или скороспелый Или позднеспелый Вы даже в ваших условиях Должны спеять полную Группу сортов От скороспелых До позднеспелых Потому что Невозможно предсказать год Невозможно предсказать погоду И поэтому По мере созревания сортов Вы должны уходить их убирать Если вы посеете один сорт Самый пускай урожайный Но будете убирать в течение месяца То, что через месяц То, что перестояло От дождей и отсыпания Уже недополучите Очень большое количество Зерно живое Оно дышит И после полного созревания Все равно дыхание происходит Росы, туманы, дожди Во время дыхания Крахмал сгорает Натура падает Даже если зерно не осыпалось Он все легчает И легчает Поэтому имея Разный групп спелости Созрело убрали Созрело убрали Созрело убрали И в сумме Это получится гораздо более урожайней Чем один самый урожайный сорт Который убирать В течение месяца Поэтому у нас Разные группы спелости Конечно В среднем Самый урожайный Здесь спелок Нужна погода Чтобы соответствовала Дожди, влага была А не жара Скороспелки Конечно потенциал у них ограничен Но в условиях Острой засухи Только они дают гарантированный урожай Поэтому вы должны иметь Разный групп спелости Так Следующий сорт Еланчик Ну уже Наверное надеюсь И уже нет необходимости Его рекламировать Как говорится Уже Он вошел в десятку В России по площадям И первое место Занимает уже в Ростовской области По площадям Это название реки Фактически в Никленовском районе В Донецкой области Вашего региона Соответственно Сорт отличается В чем его уникальное сочетание Дело в том Что он и скороспелый И морозостойкий Редкое сочетание Потому что обычно Скороспелки Они рано трогаются в рост И поэтому они по определению Не могут быть морозостойкими Поздний мороз их подрезают Здесь их очень хорошая морозостойкость Очень высокая скороспелость Это крупное зерно И это еще и сильная пшеница И вот это уникальное сочетание Хороших показателей Позволило этому сорту Очень быстро занять большие площади И в Ростовской области И в целом по России Поэтому я думаю Один из самых уважаемых сортов И качественных морозостойких Которые уже сейчас есть на полях И надеюсь у вас Он тоже есть А если есть Нету Тогда вы должны его приобрести Я вам рекомендую Средний сорт Арена Так же как и сорт Еланчик Это тот же самый селекционер Так же он Обладает очень высокой морозостойкостью Так же обладает Хорошей урожайностью Хорошим качеством зерна Сильная пшеница И так же очень крупное зерно Больше 50 граммов Масса 1000 может быть Сорт Арена Еще находится в госстарственном Сорт испытании Но он как по заявлениям автора Что он превзойдет Еланчик по урожайности Поэтому Как только он придет На ваши поля Возможность его приобрести Я надеюсь Что вы попробуете его И как говорится Она вас порадует Своими всеми показателями И качеством урожайности Средний ранний сорт Средний спелый сорт степь Он уже давно в производстве И сейчас у него Появляется как бы Возрождение Ренессанс Потому что Его хорошо распробовали Он изначально У нас позиционировался По колоссовому предшественнику Один из самых лучших По устойчивости К корневым гнилям Но он короткостебельный Приличная у него высота Но у него хорошая Жаростойкость Засухоустойчивость И поэтому Очень хорошо он востребован В республике Калмыкия Вот в Яшалтинском районе Там сеет его В большом количестве В жару Засухо Он сохраняет лист Хлорофилл не выгорает И хорошая урожайность Ценная пшеница Но самое главное Что мы его изначально Позиционировали По устойчивости К корневым гнилям Потому что Колоссовый предшественник Очень распространенный И для него Специально ведем селекцию И вот один из сортов Который один из самых лучших Для возделания по колоссовому Ну в принципе да Конечно на парах Он выше вытягивается Естественно Но колоссовую Колоссовому росту Сколько осадка выпадет И сколько удобрений дадите Это же такое дело Значит следующий По скороспелости Тоже средний ранний Сорт Бумба Это сорт тоже Группы зимостоких Поэтому по определению У него повышенная Морозостойкость хорошая Но видите Какой крупный колосс Озерненный Многоцветковый Это очень урожайный сорт Это ценная пшеница Но с очень высоким урожаем Ну Бумба Это Был у меня студент из Анголы Но это не в честь него назвали А потому что В калмыцком эпосе Бумба Это сказочная страна Там Всеобщего благоденствия Вечной молодости И тому подобное Поэтому Он при таком виде Кажется что действительно Когда такой сорт есть У вас должно быть благоденствие Потому что действительно Очень урожайный сорт И сейчас видно Сколько он гармоничный И хорошая устойчивость к полиганию И очень хорошая урожайность Хорошая морозостойкость Поэтому я думаю Воловку будет давать отличную Сорт уже районирован Если мы сейчас говорим Что действительно У нас на Кубани Огромная проблема с фузариозом У вас слава Богу Я спрошелся Фузариоза не увидел У вас действительно Проблема огромная Сейчас у нас перекупщики Наверняка будут Как говорится Нагнетать Потому что Будут снижать цену Чтобы за бесплатно Забрать зерно Вот конкретно сорт песня Один из самых устойчивых К фузариозу Сейчас слава Богу Вот здесь не наблюдается Но и в крае Где он сейчас возделывается Тоже один из самых устойчивых К фузариозу И один из самых устойчивых К твердой головне Мы также проверяем Весь материал На устойчивость к твердой головне Вот когда специально Заражаем твердой головней Он практически не повреждается Ну конечно Защита от гнили Протравливания семян Обязательно Много разных болезней Кроме головни Но сорт позволяет Быть спокойным Что головни не будет Как говорится При плохих условиях И позволяет Говорит что его можно Сделать по кукурузное зерно У вас это не такая проблема Но во влажных местах Это у нас серьезная проблема Ну а почему еще Назвался песня Ну такая история У сорта Когда просто был Еще в размере одного мешка Я просил молодого сотрудника Говорит почисть быстренько Там на петку Все маленьком Чтобы семена были быстренько Говорит не сорта Не линия А просто песня Говорит только пыль улетела Вот сколько было мешок зерна Мешок и зерна осталось Очень крупное Выровненное Темно-красное зерно И поэтому мелочи Битья всякого Практически нет Поэтому товарный вид зерна Очень красивый Это сильная пшеница С темно-темно-красным Очень крупным Прямо аж Просто выставочное зерно Поэтому бывает Перекупщики не разбираются Когда там белок Ликовина Когда зерно Ооо Вот это очень хорошее Вот это будет Просто действительно Для красоты Можно себя высыпать На входе И все будут покупать зерно Скажут У него все такое зерно У него есть Значит все хорошо Значит сорт Для кукуруза на зерно Качественный Устойчивый Кузырезу А вы их красную книгу Занесите Оттуда не выпускаете Чтобы никто их Не поразанял Значит сорт Аврида Проходит государственное Сорт испытания Очень жаростойкий Засухоустойчивый Сорт Во время жары Засухи Которого слава богу Сейчас нет У него листик Скручивается прямо в трубочку И поэтому он может Очень хорошо экономить влагу Поэтому он создан По названию По названию древнего Крыма Для засушливых условий Но у вас в принципе Те же засушливые условия Поэтому сорт Аврида Нужно возделывать Как говорится На ваших полях Это сильная пшеница Засухоустойчивая Морозостойка Урожайная Поэтому Очень хорошо смотрится Мы поставили на испытание А уже сорт испытания Проводит И потом и приводит решение Да Значит Сорт школа Ну вот Торт сорт На который я хочу обратить Ваше внимание Сорт Людмилы Андреевны Беспаловой Назван в честь Школы Академика Лукьяненко Потому что у нас уже Вот праздновали Позавчера 50 лет со дня смерти Академика Лукьяненко К сожалению Он на пшеничном поле Умер Не выдержал сердце Когда увидел поражение Бурой жавчиной Но он создал После себя Добрую память Создал замечательные сорта И создал плеяду учеников И Людмила Андреевна Беспалова Ее ученица Соответственно Вот в честь своего учителя В честь его Как говорится Дела великого Она назвала Сорт школа Чем интересен этот сорт Я его очень люблю Почему Потому что Уникальное сочетание И жаростойкости И засухоустойчивости Это сильная пшеница Хорошим качеством зерна У него очень крупное зерно Тоже под полтинник Может наливать Притом Сорт очень экономный Очень морозостойкий Он также устойчив к пузырезу Можно сидеть по кукурузе Я лично его видел В Курской и Белгородской областях Когда была притерта Ледяная корка 15 сантиметров Целый месяц держалась Там мало что осталось У других сортов Это практически не повредился Я удивился Получается Насколько он адаптивен И одновременно Он же районирован По четырем регионам Не просто по областям Регионам Это юг Нижняя Волга Средняя Волга К различным условиям Поэтому Я надеюсь Что у вас этот сорт уже есть А у кого еще нет Он должен быть Потому что Кто его будет высевать Кто будет потом доволен Спасибо скажет Сейчас конечно Он средний ранний сорт Сейчас у него есть Попадаются выскочки Потому что Был морозобой Два года назад И вот это перепыление Произошло некоторое Сейчас в семеноводстве Мы его выровняем Чтобы он был выровненный Идеальный Но товарность свою Именно свои качества Урожайность Морозостойкость Устойчивость Внешний вид зерна У него отличный И поэтому Сейчас уже много Он его посеяли И я думаю В этом году Будут отличные результаты И он еще устойчив К фузариозу Устойчив к другим болезням Листовым Септариозу Бурой ржавчине Единственное Повреждается Желтая ржавчина Это которая болезнь Во время выхода в трубку Очень рано В холод Но она редкая Болезнь до вас не доходит И если будете В гербицид добавлять Фунгицид На ранних этапах Этого хватит Чтобы защитить его от болезни Буквально даже По листу Возможно Будет Нет необходимости работать Очень жестокий Урожайный Качественный сорт Завскоустойчивый Я думаю И в Калмыкии И здесь На востоке Ростовской области Он скоро замерет Большие очень площади Я надеюсь на это Сорт лауреат Очень заслуженный сорт Но очень урожайный Очень морозостойкий Но у него Выявилось два недостатка Он склонен по леганию И при очень высоком урожае У него Качество на грани Между фуражом И четверкой Вот Варьирует Но урожайность очень высокая И поэтому Большие площади Сначала не занял Мы практически хотели От него отказаться Но потом Голхозники Из Донецкого кряжа Вот этого девушки Засушливые места Камни выходят Да нам лучше и не надо Лучше гром осыплет Получай Очень хорошо Каждый год Выше урожайность Стабильно Верните нам Что хотите Сделаем Получается Я попросил Тараса Степановича Вот с этого хозяйства Давайте размножим для людей Мы все заберем Потом Тарас Степанович Посмотрел Год Засушливый Он дал Выше всех урожай Говорит Нет Мы его тоже Себя оставим Будем сеять Уже 3 года Занимает большие площадя Я возилась в этом хозяйстве Действительно Сорт Очень крупный Длинный Многоцветковый Много зеренов колосе Оно небольшого размера Но это засух устойчивый Устойчивый к болезням Жаростойкий Морозостойкий сорт Единственное Сеять его на среднем агрофоне Там где у вас неудобие Не слишком высокий агрофон Ну и будет много зерна И чтобы было качество Просто сеять еще и качественнее Сорта Смешивайте с качественными сортами Будет у вас потом Хоть тройка Хоть четверка Поэтому воловку Будет давать отличную Да Или в смеси и сеять Или на току смешивать Лучше на току Наверное смешивать Ну сорт Алексеевич Я тоже думаю Надеюсь уже не нужно рекламировать Надеюсь у вас на полях он есть Он ходит в тройку Лидер по площадям И в России уже И на Кубани И в Ростове Поэтому сразу говорю Замечательное сочетание И колос крупный И очень много колосев Посмотрите Отличный иммунитет Один из немногих сортов Который можно сеять И по кукурузе И по колоссовому Вот так себя показывает Ну просто еще раз повторяю И Мирязевка И Алексеевич Два сорта Которые не допускают Загущения Они до такой степени Сильно окустятся Что они вздумайте Их сеять слишком густо В ваших условиях Два с половиной Три с половиной миллионов Больше не надо сеять Не нужно пять-шесть миллионов Ни в коем случае Потому что Они очень сильно окустятся Потом рано полегают И вы скажете Сорт у меня не удался Не получается Ему нужно пространство Место И за счет обильного окущения Потом получается Хороший результат Если вы загустите Он вытянется вверх И поляжет Поэтому Сорт для того Чтобы давал хорошие результаты Не сеять его густо Не сеять и слишком рано Потому что Опять же сильно окустится И не сеять и слишком глубоко Не надо гнаться за водой На шесть сантиметров На штык лопаты Все наши сорта Любят на глубину Три-четыре сантиметра Не глубже Они потом лучше перезимуют Лучше раскустятся Мы специально промораживали Одни и те же сорта В ящиках Вот ящик в морозилку ставим Хороший день мороз Посеян один и другой сорт На сантиметр Два-три-четыре-пять-десять Вот два-три сантиметра Лучше всего Все всходило Но потом То что два-три сантиметра Лучше перезимовывало Чем десять сантиметров Они вымерзали Потому что ослаблены Сил уже нету Понимаете Поэтому не закапывайте в землю Сильно глубоко Так Если сорт Яланчик Это название реки По югу Ростовской области То сорт Кавалерка Это название реки По северо-коснавского края Тоже автор Очень сорт Морозостойкий Засухоустойчивый Очень крупный колос Очень крупное зерно Тут сочетание Морозостойкости Качества Крупности зерна Сорт Для среднего агрофона Можно сейчас его сеять Он очень морозостойкий Сеет не только Как говорится В нашем регионе Он сейчас пошел И в Новосибирск И на Алтай Там замечательно Показывает Поэтому Можете сеять В засушливых условиях Он среднеспелый Короткостебельный Дает стабильное Высокое качество Стабильная Высокая морозостойкость Позволяет ему Зимовать в любых условиях Поэтому Сорт Кавалерка Сорт Сабербаш Название Сабербаш Это гора Кавказского хребта Напротив нашего Института Мы выходим Там смотрим Гора видать Значит будет Дождь на следующий день Если гора в дымке Значит уже будет Жаркая сухая погода Дождя не будет Значит священное место У местных народов Там собирались Как говорится Местные волхвы Местные шаманы Там колдовали Загадывали Там на будущее В общем чем Сорт хорош Это очень засухоустойчивый Жаростойкий и морозостойкий сорт Вот когда мы его внедряли В Курской области Мне спрашивали Ну что мне бы Про него рассказывать Я могу понять В чем у него фишка Потому что Есть более морозостойкий Есть более качественный Есть более урожайный Что в нем хорошего Я говорю Придет в плохой год И вот тогда скажет В чем у него хорошего Вот такой год пришел Была суровая зима Потом засуха И он всех обогнал По урожайности По качеству зерна Я говорю Ну теперь мы поняли Что у него фишка Получается Вот есть друзья Знаете как праздник Все собежались Там порадоваться А когда случается Какая-нибудь беда Друзей не назовешься Так вот Вот такого друга Надо иметь настоящего Когда вот суровые Будут условия Перезимовки Засуха Она вас поможет И Собербаш Спасет вас от разорения И даст урожай В самых суровых условиях Поэтому Сорт Собербаш Для среднего и низкого Агрофона И для суровых годов Чтобы у вас была стабильность В производстве зерна В любое время Поэтому Это сильная пшеница Качество хорошее Значит Сорт классика Также обратите внимание Несмотря на то Что он сорт Крупнозерный Он и жаростойкий И засухоустойчивый Мы проверяем Весь материал Не только в морозилках Но еще высеваем Еще в республике Калмыкия Специально в Элисте Там совместно у нас Работа уже более 20 лет Вот для того Чтобы проверить Как говорится Какая урожайность Просто выживет Не выживет Там бывают такие условия И минус 50 Как говорится зимой И плюс 40-50 летом Поэтому там В жарких условиях Просто проверяем И вот сорт классика На удивление себя показал Что очень жаростойкий Очень урожайный Очень адаптивный И при этом сорт Морозостойкий Качественный Крупное у него Очень красивое зерно Серебрится как доспехи Как действительно Латы рыцаря Сорт очень низкоростный Имеет очень жесткую соломину Кстати он получен На основе тритикали У него мощная корневая система Солистойкая Жаростойкая Сорт очень урожайный Устойчив к полиганию Но это ценная пшеница Это не сильная пшеница Но будет очень большая воловка Хороший иммунитет к болезням Кроме фазариоза Кукурузы его сеять нельзя Но у вас слава богу Кукурузы здесь и нету Поэтому сорт засухоустойчивый Жаростойкий Очень урожайный Устойчив к полиганию Для интенсивного фона И для получения Ценной по качеству Пшеницы Сильная пшеница И с других сорта Следующий идем А вот сорт победа Все бегу я уже Победа 75 Это сорт честь победы 75-летия победы Значит отлично Показал сочетание И устойчивости к болезням Он отлично Устойчив к септориозу К бурой желтой ржавчине Он также Отличается очень крупным Красивым зерном Это сильная пшеница Хорошая морозостойкость Устойчивость к полиганию Поэтому Отлично сейчас Сепля показывает По широкому спектру И в центральном чреземье И у вас Поэтому Единственное что он Повреждается фузариозом Но у вас Слава богу Показал с урожайом У вас практически ничего не сеется На высоком агрофоне Вы будете получать Хороший урожай Хорошее качество Хорошая устойчивость Сорт хорошо кустится Его можно сеять 2,5-3 миллиона И он будет давать Очень высокие результаты Так Сорт век Сорт в испытании У нас буквально Недавно было Столетие научной селекции Когда пришел Тут работать Лукьяненко И вот По итогам года Мы нужно было Как говорится Посмотреть И сорт оказался На удивление Очень урожайным Был в десятки лидеров По урожайности Но когда мы посмотрели Его качество Он превзошел себя По качеству очень сильно Там буквально Он конкурирует По качеству И с Алексеевичем И с Семилиазевской И Громом Но превосходит Эти сорта На 2% По содержанию белка И клейковины Это огромное количество Прибавка Поэтому Вот в честь века Научной селекции В Краснодаре Мы назвали этот сорт Он сейчас в испытании Он морозостойкий Допускается на кукурузу Очень крупное зерно Под 50 граммов Масса тысячи Многоцветковый колос Рано колоситься Долго наливает Ведет себя Как среднеспелый Самая главная его фишка Что и урожай есть И очень высокое качество Обычно есть Или урожайность Или качество Что-то проседает Здесь сочетание Очень хорошее И урожай высокие И качество идеальное Поэтому Да Сорт очень красивый В случае полигоне Видите Но еще раз смотрю Главная его фишка Это очень высокое качество Скажу вам О четырех среднеспелых Сортах Сильной пшеницы И открывает Эту четверку Уникальный Во многих отношениях Сорт шарозерной пшеницы Прайм Первая его уникальность Состоит в том Что он Один из Самый первый сорт Который реонирован По 12 регионам Российской Федерации Из-за высокого уровня Морозостойкости Вторая уникальность Это в том Что шарозерная пшеница Впервые получена С крупным колосом Высокой массой Тысячи И высоким потенциалом Урожайности При этом Она сохранила Высокое содержание Белка Которое было У предыдущих сортов Нашей селекции В ее родословной Шарозерная пшеница Прасковья И сорт Азимы пшеницы Дмитрий Так же Сорт обладает Комплексной устойчивостью К многим болезням За исключением Фузариоза Следующий сорт Это полукарликовый сорт Самбек Назван автором В честь Хутора Самбек В Неклиновском районе Он очень любит Туда приезжать Любит Этот регион Получается Это полукарликовый сорт Тоже сильная пшеница Обладает Очень высоким уровнем Морозостойкости Высокий потенциал Урожайности И комплексная устойчивость К болезням Он проходит Испытание Будет районирован В 2024 году Проходит испытание По третьему Пятому Шестому Седьмому И восьмому Регионам Следующий сорт Это Как вы можете видеть На табличке Записана Азимая пшеница Но на самом деле Это пшеница яровая Потому что Группа Которая занимается Селекцией яровой пшеницы Она также занимается Селекцией двуручек То есть Они скрещивают Азимые сорта С яровыми Получают двуручки С хорошими показателями Урожайности И качества И также получают Яровые сорта Которые Обладают Высокой Холодостойкостью Их можно При определенных Условиях Сеять Подзиму И при этом У них в яровом Посеве Тоже будет Высокий потенциал Урожайности Сильная пшеница С комплексной Устойчивостью Болезни По данным Сортовой Агротехники У нее Очень высокая Емкость Циноза И Закрывает Линейку Среднеспелых Сортов Сорт Хит Вы ознакомились Точнее Александр Николаевич Вас ознакомил С сортом Песня Там В начале Это сестринская Линия Сорта Песня Он отобрал Безостые формы Назвал Хитом Потому что Хит это Лучшая песня И получается Есть небольшие Проблемы С ржавчинами Останется Их доработать И выдать Новый сорт Шлягер Мы Рекомендуем Сеять В хозяйстве До 20% Среднепоздних Сортов И первый Наш сорт Это Сорт Реонированный В 12м году Сорт Юлка Наши сорта Наша селекция Делится На три Можно сказать Подвида Это Крупноколоссы Сильно Пустящиеся И промежуточные Промежуточные Данный Сорт Это Крупноколоссы Ответительная Особенность Данного Сорта Это То Что Федор Алексеевич Колесников Который работал По Можно сказать Программе Лукьяненко Создавал сорта С крупным Колосом Важность Этого Особенность Данного Сорта То Что Нужно Вторую Именно Подкормку На Крупный Колос Они В меньшей Степени Реагируют На первую Подкормку А на вторую Большей Степени Потому Что Формирование Урожайности Идет За счет Крупного Колоса Сеять Данный Сорт Нужно Оптимальный Срок сева Три с половиной Миллиона Семян На гектар Данный Сорт В Российской Федерации Занимает Площадь Около Шестиста Пятидесяти Тысяч Гектар В двенадцатом Году Он реанирован Но он Нисходит Своих Позиций В Ставропольском Крае Он занимает Третье Место В Ростандарском Крае В пятерку И в Ростовской Области Также Занимает Лидирующее Место Сеять его Можно По всем Предшественникам А сейчас У нас В Крае И наверное У вас Пшеница Уже идет Как монокультура То есть У нас Уже Миллион Шестьсот Восемьдесят Тысяч Гектар Пшеницы И все Сейчас Просят Такие Сорта Которые Можно Было Сеять По Колоссовому Предшественнику Вот Сорт Рука Один Из Таких Сортов На Среднем Бедном И Высоком Агрофоне Показывает Себя Очень Хорошо А с 2020 Года Сорт Рука Районирован Еще и По Седьмому Верхнеболжскому Региону До 2014 Года Самарская Область Не знала О наших Сортах И они Говорили Что Есть Такой Стереотип Как Кубанская Лопата То есть У вас Оставил Вилы Или Лопату На следующий Год Яблони Цветут И виноград Расцветает А Сорт Юка Был Привезен Ну мы Поехали В 2018 Выше Среднего Поэтому Когда мы Его Заявляли Мы Заявляли Только По Шестому Региону Северо-Кавказскому Но Сельхозпроизводители За 4 года Самарской Области Показывали Очень хорошие Результаты Потому что У них Лето Примерно Кое-как У нас Средне-поздние Сорта У них Достигают До 100 Центров Зерна Зегтара И в 2020 У них Даже Было Поле Которое Приезжал Сам Губернатор Именно На Сорт Юка Поэтому С 2020 Года Сорт Юка Реонирован Не только По 6 Но и По 7 Региону И не Спускает Своих Позиций Поэтому Фузыревозапасный Предшественники Колоссовой Основной Его Предшественник Сорт Граф Это Сорт Полукарликовый Особенность Данного Сорта В том Что Группа Занимается Селекцией Зима Морозостойки Сортов Вы Хорошо Наверное Знаете Сорт Лауреат Дмитрий Вот вам Показывали Кавалерка Это Все Сорта Среднерослые С высокой Морозостойкости У него Морозостойкость Высокая Но он Полукарликовый Я вам Говорю Что Наши Сорта Делятся На Крупноколоссы И Кустящийся В данном Сорте У нас Получилось Создать И Крупный Колосс И Кустящийся То есть 3,5-4 Миллиона Высевать Нужна Очистительная Особенность Полукарливых Сортов Это Глубина Заделки Из-за того Что Низ Очень Короткая Калеоптеля Будут У вас Проблемы С кожей Поэтому 3,5-4 Сантиметра Глубина Заделка Должна У них Быть Еще Особенность Данного Сорта То Что Он Хорошо Отдаются По Пропашным Предшественникам И У нас 4 Предшественника В нашем Национальном Центре По которому Мы ведем Селекцию И Один из них Это Колоссовой Он Проявил себя Как Толерант К Корневым Глином Поэтому Особенность Предшественник Его Колоссовой Районирован Данный Сорт По 5 И 6 Региону А С 2023 Заметьте По Второму И Третьему Второй Это Северо-западная Ленинградская Область Псковская Область Ленинградская Область И Центральная Это Московская Область Ну Высокий Средний Агрофон Тимирязевка 150 Это Среднепоздний Сорт Который Очень Любят Во второй Зоне Ставропольского Края Где 200 250 Миллиметров Осадков Сорт Среднерослый Но Очень Интенсивно Кустящийся И Как Сама Логика Подсказывает Все Среднепоздние Сорта Попадают Под засуху И Формируют Крупный Колосс Среднепоздний Сорта У нас Так Получилось Наливают Сорт Тимирязевка 150 Подсолнечник А в Новоселецком районе Ставропольского Края Это Вторая Засушливая Зона Регулярно Дает Стабильный Урожай Ценного Зерна Также Этот Сорт Хорошо Показывает Себя По Колоссовому Пришественнику И По Кукурузии На Зерно На Среднем Высоком И Бедном Агрофоне Сорт Создан Людмилой Андреевной Беспаловой Академиком Данный Сорт Вы Видите Это Сорт Классический Кустящийся Сорт То есть Основное Его Преимущество Это Очень Хорошее Кущение Небольшой Колосс В этом Году Он Достаточно Большой Но Колосс Небольшой На До Тысячи У него Продуктивных Колоссов На Единицу Крущики Формируют Сорт Гомер Создан Группой Полукарликов Руководства Людмилы Андреевной Беспаловы Который Ведет Селекцию Именно На Кустящийся Сортотип Первая Подкорка Будет Более Значительна Чем Вторая Первую Даем 70 Во вторую 35 Этот Сорт Средне Поздне Хорошо Дается По Предшественникам Лучшим Отличительно Негативно Это Септориоз Поэтому Нужно Следить За ним Очень Хорошо В прошлом Году Лобинском Районе Южно Придгорная Зона Сорт Гомер Сформировал Наибольший Урожан Из Более 100 Центрового Зерна Центра Ценного Зерна Районирован В 2020 Сорт Агрофок 100 Сорт Миг Это Два Сорта Созданы Группой Занимающимися Именно Сортами На Высокую Морозостойкость Я вам Говорю Что Корреляция Высокорослость И морозостойкость Разбить Очень Сложно Но Сорт Агрофок 100 Районирован По пятому И шестому Региону Пятый Это Центральная Черноземная Шестой Наш И Миг Также По пятому И шестому Региону Сорт Агрофок 100 Полукарликовый Миг Короткостебельный Обе Сильные Пшеницы Для Среднего Высокого Агрофона На Высок Агрофон Воскозно Резон Нет Поэтому Они Восприимчив Козыроз Класса Сильная Пшеница Сорт Агрофок Сильная Сорт Миг Ценная Пшеница 22 Год Реонирован Сорт Федор Это Сорт Назван В честь Нашего Селекционера Федора Алексеевича Колесникова Которые Крупноколосы Формы Такие Как Безост Т1 Всеми Хорошо Мировой Известность Сорт Реонирован В 22 Году Средний Поздний Толерант Кроневым Гнилем И Кузыроз Колос Поэтому Основной Пришественник Это Пропашные Пришественники Для Получения Стабильных Урожаев Высококачественного Зерна И Колосовой Пришественник Реонирован В 22 Году По 5 И 6 Регионам Сорт Эмо Это Средний Поздний Сорт Который В опытах По Паспортизации У нас 24 Сорта 38 Агровариантов Победил Сорт Таня Хорошо Известный Зарекомендованный Себя В производстве По Пришественнику Подсолнечник Без удобрений Первая Вторая Постромка Были Нулевки Победил На 10 Центра Зерна Зектора Поэтому Мы Сейчас Его Передали По 5 6 7 8 10 Региону Сорт Повышенной Морозостойкости Сильная Пшеница Очень Рекомендую В этом Году Он занял У нас 5 Место Среди 24 Сортов Мы Переходим К Сортам Твердой Пшеницы Азимой Это Самый Распространенный Наш Сорт Адари Здесь Сказали Что Очень Много Есть Волгоградская Область Так Волгоградская Область Его Сеет Получает Хорошие Результаты Он Рейниров По Шестому Региону Но На Сегодняшний День В связи С тем Что Последние 5 Лет Твердая Пшеница Как И У нас Так И В мире Набирает Популярность Ее Называют Восходящая Звезда И Сорт Адари У нас Является Наиболее Распространенным В Старопольском Крае В Ростовской Области И У нас В Краснодарском Крае Сорт Удается На лучшем Агрофоне По Хорошему Предшественнику Отличительно Особенно Всех Твердых Пшениц Это Вовремя Посев Получение Всходов И Вовремя Уборка Данное Хозяйство Русская Земля Является Крупнейшим Производителям Сортов Твердой Пшеницы У них Сорт Адари Располагается На площади 6000 Гектар Сорт Белла Это Новый Сорт Который Передан По Пятому Шестому Седьмому И Восьмому Региону Потому Что Я вам Сказал Про Сорт Адари В Прошлом Году В Самарской Области Был Проведен День Поля Где Наши Сорта Адари Крупинка И Круче Показали Урожай На 62 Центра Зерна Зектара Как говорят Сверхозпроизводители У них Там Был Шок Потому Что У них Никогда Не Видели Они А Зимой Твердой Пшеницы В этом Году Мы Будем Проводить День Поля В Астраханской Области Выращивают Твердую Пшеницу В Самарской Саратовской Области В Волгоградской Области Сорт Белла Поэтому Мы Передали По Кустится Колос У нее Немножко Меньше Чем У Сорта Адари Но За счет Кустистости И более Скоростелости Сорт Белла Занимает У нас Лидирующее Место И даже Современуется Сортом Гром Хорошо Вам Изместен По урожайности Уважаемые Коллеги Сорт Цель Была Передана Так же Как и Сорт Белла В тот же Год По пятому Шестому Седьмому Восьмому Региону Это Нормально Получается Коротко Степельный Сорт Главная Его Особенность Это Очень Хорошая Морозостойкость Он При Минус 17 Град Цельсия На возле Кущения Практически Не вымерзает По Городации Мягких Пшениц Он Является Повышенный По Морозостойкости Это Уникальный Сорт Своем Потому Что Среди Озимых Твердых Пшениц Такой Морозостойкости Нет Он Конкурирует С Громом Который Реонирован Широко И По Пятому Шестому Седьмому Восьмому И Сейчас Его Продвигают По Другим Регионам Урожайность У него Очень Хорошая И Хорошие Показатели Качества Сорт Сеньора Уже Реонирован С 23 Года По Пятому Шестому И Восьмому Региону Сорт Сеньора Высоко Урожайный Хорошо Дается По Всем Пришественникам Один Из Линейки Сортов Который Средневосприимчик К Фузариозу Колоса Все Сорта Зимой Твердопшинцы Как И Яровой К Фузариозу Колоса Неустойчив Из-за Их Архитектоники Здесь Небольшие Росы Поэтому Этот Патоген Остается И Беда Получается Вот Именно Сорт Сеньора Выделился Потому Что Он В год С Кто Занимается Семеноводством Очень Хотелось Обратить Внимание Требуется В больших Объемах На Ярово Сеющие Регионы Восьмого И так далее Регионах Где Производят Яровой Звердую Пшеницу Сорт Крупинка Это Средний Поздний Сорт Наиболее В четырнадцатом Году Он Реонирован А нам Все время Заявляют Сельхоз Не Сельхоз А макарончики Что У нас Недостаточно Индезглютена Цвет Так вот В этом году Фирма Борило Это Крупнейший Производитель Макарон Как в Италии Так и На сегодняшний В России Лаборатория Проверила Наши сорта Которые Мы дали В девятнадцатом Году Это был Сорт Крупинка Круча И ясенка Яровой Пшеницы И показали Что Качество Наших сортов Превосходное И можно Свободно Выращивать Наши сорта И перерабатывать Макаронное Производство Поэтому Если кто-то Вам Говорит Что Недодачный Индезглютена Или Цветность Я могу Вам дать Брошюрку Которую Выписывала В этом году Фирма Борило Где Сорт Крупинка Один из Немногих Единственный Сорт Всего Два сорта Азимой Твердой Пшеницы И 16 Все Пшеницы Твердые Яровые Только Наш Национальный Центр Туда Вошло Два Наших сорта Крупинка И круче Которая Потому что Мы Тогда Их сдали Может Мы Сейчас Дадим Беллу Синьору Они Тоже Покажут Хорошие Результаты Цветикали В нашем Институте Насчитывают Уже Почти 50 Лет Здесь Перед Вами Представлены Три сорта Нашей Селекции Самый Недавно Районированный Высокоурожайный Скороспелый Сорт Илья Районированный В 19 Сорт Тихон И Пользующийся Большой Популярностью Позднеспелый Сорт Хлебороб У которого Пшеничный Тип Зерна Тритикали Отличаются От пшеницы Тем что Обладают Комплексным Иммунитетом К болезням Неприхотливо В возделывании Можно Использовать Минимальные Технологии Получить Хороший Урожай Единственный Минус В данном Случае Что мы Не рекомендуем Сеять Тритикали Как Обычную Пшеницу Мы рекомендуем Сеять Сошник Через Сошник Потому что Тритикали Очень Конкурентная Культура Растения Начинают Угнетать Друг друга И как Вы видите Это Приводит К полигане Если Сеять Сошник Через Сошник Все Будет Стоять Получите Высокий Урожай Спасибо Если Есть Какие Вопросы Задавайте Скорее Все Потому что Это Более Скороспелые Сорта Уже Скорее Все Началась Продолжение следует Продолжение следует